Я прошу службу протокола сопроводить его превосходительство. От имени Генеральной Ассамблеи я имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций президента Франсуа Ланда, господин председатель, господин генеральный секретарь, уважаемые дамы и господа. Наша организация ООН отмечает 70-ю годовщину. Колоссальный прогресс был достигнут в период, прошедший после создания Организации. Этой структуре поручено поддержание мира, и она стремилась этого добиться неоднократно. И тем не менее, по прошествии 70 лет по-прежнему происходят трагедии, конфликты, войны. И мира должен еще раз брать на себя колоссальные вызовы, которые мы видим сегодня. Десятки тысяч, даже миллионов беженцев, которые вынуждены бежать с Ближнего Востока, Африки, стремясь найти себе защиту, или попросту для того, чтобы спасти собственную жизнь. Имеет место терроризм, от которого страдает гражданское население, и ни одна страна не имеет иммунитета от этого зла. Далее продолжаются конфликты, которые остаются без урегулирования в течение многих и многих лета, несмотря на то, что этого можно было бы добиться. Я думаю здесь о Ближнем Востоке. Кроме того, в наши времена продолжают происходить катастрофы, продолжают происходить наводнения, землетрясения, острова продолжают исчезать, ледники, которые тают. Все это связано с изменением климата. Перед лицом этих вызовов каждый на своем уровне должен выполнить свою ответственность. Франция работает на многих направлениях и никогда не отказывала в помощи. Но Франция намерена принять конференцию по изменению климата. Мы отдаем себе отчет в том, что в Копенгагене произошел ужасный провал, и нам необходимо на сей раз принять позитивное решение. Но решение, которое должно быть принято всем международным сообществам. Во Париже мы должны будем задаться одним вопросом. Человечество, а это мы сами, в состоянии. Оно в состоянии принять решение для сохранения жизни на нашей планете. Да, хотя тот же самый вопрос мы задаем самим себе, нашему поколению, о чем мы никогда раньше не могли подумать. Мы должны вспомнить и о другой конференции, и я хотел бы сказать об этом здесь, и подтвердить. И если это не произойдет в Париже, то это произойдет поздно. Это произойдет слишком поздно для всей планеты. Мы двинулись вперед в последние месяцы. Очень энергичные заявления прозвучали. С ними выступали страны, которые действительно несут наибольшую ответственность за изменение климата. Две крупнейших страны, Соединенные Штаты и Китай, они взяли на себя ответственность изменить эту ситуацию. Звучали призывы в адрес всех континентов помочь в решении этой сложной, тяжелой задачи. Имеются четкие доказательства того, что сегодня означает потепление климата. И также есть страны, которые до сих пор с неохотой подходили к этим проблемам, развивающиеся страны, задавали этот вопрос. Полезно. И здесь подумать над этим, тогда как развитые страны готовы взять на себя обязательства и выполнить свои обязательства. Сегодня очень часто задаются вот каким вопросом. говорят, что, дескать, ничего не добьешься, если в Париже будет заключена договоренность. Однако все здесь возможно. И я вижу здесь три условия, которые позволят нам сказать, действительно ли парижская конференция добилась успеха, достойна ли она нас, достойна ли она того, что мы сможем сделать, когда нам поручили созвать эту конференцию. Первое. Сможем ли мы добиться универсального соглашения для всего мира, имеющего обязательную силу, дифференцированного для того, чтобы каждый мог вложить свою лепту. на сегодняшний день 90 государств, половина тех, кто заседает в ООН, 90 государств внесли свой национальный вклад. И это представляет уже большую цифру. 80% тех, кто способствует выбросам газа, 20% не ответило. И я призываю сделать это и сделать это быстро, для того, чтобы мы были в состоянии оценить, измерить вклад, уже сделанный каждого государства, и чтобы мы могли обеспечить миру некий предел этого потепления климата. Второе условие, которое будет определять наш успех или наш провал, быть в состоянии нашей резолюции, нашей действия, вписать в продолжительный контекст. Парижское соглашение не должно быть завершением, концом, как раз наоборот. Оно должно стать отправной точкой, началом процесса. И мы должны будем этого добиться посредством механизма рассмотрения, который должен быть включен в соглашение, и который позволит регулярно, на периодической основе, обеспечивать оценку и переосмыслять наш национальный вклад. И именно это необходимо для того, чтобы к концу века, когда уже нас не будет, мы бы увидели, что планета не перегрелась больше, чем на 2%. Третье условие, которым будет характеризоваться наш успех или наш провал, это то, что развитые страны должны будут внести свой финансовый вклад. Я прекрасно об этом знаю, и уже в Копенгагене выдвигались цифры. 100 миллиардов долларов для того, чтобы обеспечить переход к энергетической политике, адаптации и передаче современных средств. До 2020 года мы должны выделить 100 миллиардов. Но на сегодняшний день новые экономики, развивающие страны, должны быть уверены в том, что им будут помогать, что их будут поддерживать, что им будут способствовать для того, чтобы они могли получить технологию, чтобы мы могли совместно пользоваться этой технологией. 100 миллиардов. На сегодняшний день уже готовились первые оценки, первые СМИ, и во время встречи в Лиме это звучало. Я благодарю президента Перу за то, что он организовал эту работу на конференции сторон 20. Мы пока готовы на эти 100 миллиардов, и мы в Париже готовы мобилизовать всемирные банки, великие крупные банки развития, финансовые структуры, государства, частные организации, для того, чтобы мы могли мобилизовать эту сумму в 100 миллиардов. Каждый должен показать здесь пример. И Франция прекрасно знает оба правиле. Страна, принимающая конференцию, должна лучше сработать, чем приглашенная. Нам прекрасно это известно. И ежегодное финансирование Франции на климатические проблемы составляет 3 миллиарда евро сегодня и превысит 5 миллиардов в 2020 году. Увеличение нашей помощи не просто вклада, а это, так сказать, содействие или субсидия, которое позволит существенно способствовать адаптации и к последствиям климатического дирегулирования в наиболее бедных странах. Мы сможем добиться международного соглашения, которое можно будет пересматривать, на основе финансирования, которое должно соответствовать масштабам того, что мы должны добиться в плане наших обязательств и создания технологий в будущее. Мы можем сказать, что в Париже через два месяца у нас состоится эта встреча. Речь идет не просто об исторической встрече, а о встрече будущего. Мы знаем, что международное сообщество должно быть в состоянии выйти на это и понимать, какой мир мы должны построить, в том числе с учетом цели развития тысячелетия, что сделать для климата. Но чего ожидает Озона? Это непросто добиться, чтобы мир был живым к концу века. Он должен быть поддержан для этого уже сегодня, для того, чтобы конфликты и войны остановились, остановилась бы трагедия, что мы видели в 1945 году, когда и была учреждена система ООН. Сегодня это Сирия. Она требует еще раз нашей мобилизации, нашего вмешательства. И многие выступавшие до меня с этой трибуны говорили об этом. Все считают, что это трагедия, от которой страдает население Сирии. Все говорят о том, что да, необходимо найти решение. Давайте же вместе будем искать это решение. Но прежде всего давайте измерим то, чего не было сделано. Три года тому назад с этой же трибуны я выступал и обращался к вам. Уже тогда было 30 тысяч жертв в сирийской трагедии. Сегодня 250 тысяч пострадавших, из них 12 тысяч детей, жертв режима Башара Аль-Асада, поскольку трагедия Сирии началась с революции, которая хотела свергнуть саму диктатуру Башара Аль-Асада. И речь не идет о террористах, речь не идет о фундаменталистах, речь идет о диктатуре, которая убивала свой собственный народ. Беженцы, об этом мы говорим сегодня, это в сердцевине проблемы, перемещенные лица, миллионы людей. Эта масса мужчин, женщин, детей бежала не просто от войны, а все эти люди, беженцы, беженцами стали еще три года назад. Они бежали от режима Аль-Асада, тот же самый режим, используя бомбы, применяют бомбы в отношении ни в чем не повинного гражданского населения. И это не должно быть прикрытием для террористических группировок, которые также убивают, уничтожают, насилуют, уничтожают, разрушают общее наследие нашего человечества, которое в конечном счете и является как бы амнистией или прощением режима, который сам и создал такую ситуацию. То есть террористические группы, которые совершают жесточайшие, наихудшие преступления, как будто бы это часть чего-то хорошего. Нет, отнюдь не так. Эти мужчины, женщины, дети это жертвы той трагедии, которая возникла в результате альянса террористов и диктатуры. Никакое решение не может быть найдено за рамками политического процесса. Франция, которая в силу своей истории, в силу также связей, которые объединяют нас с этим регионом мира, Франция готова взять на себя ответственность и брала ее, и в том числе в недавнее время, включая путем военных действий и принудительных мер. Силы наши готовы работать со всеми. И все страны, соседние страны наибольшим образом затронуты, страны Персидского залива, но также и Ирана. Мы готовы работать со странами, членами Совета Безопасности, постоянными членами европейцами. Мы хотим работать со всеми, со всеми, кто желает говорить о коалиции, широкой коалиции, широкая коалиция. Возможно, и она необходима, она нужна для того, чтобы положить конец тому, что происходит сейчас в Сирии. Но эта коалиция должна иметь прочную основу, иначе урегулирования не будет. Основа эта была заложена в Женеве более трех лет тому назад. Так называемое Женевское соглашение предусматривало переходное правительство, обладающее полными поломочиями, включая представителей правительства, нынешнего правительства и оппозиции на основе взаимного соглашения. Вот, вот та основа, которая имеется. Давайте ею воспользуемся, давайте пойдем дальше. Но я полагаю, что в связи с тем злом, с той бедой, которая происходит, необходимы самые широкие дипломатические усилия, чтобы включить Башара Алясада в этот процесс. Но нельзя работать вместе с жертвам и их палачам. Асад это причина этой проблемы, он не может быть участником урегулирования. Мы должны положить конец страданиям сирийского народа. Но мы должны также, помимо политического урегулирования, стремиться выработать широкую коалицию, коалицию, которая должна создать новое правительство, которое в состоянии было бы строить дальше жизнь, но без диктатуры. Мы должны помнить здесь о всех этих беженцах. На сегодняшний день большинство беженцев находятся в соседних странах, и здесь также международное сообщество закрывает свои глаза. Оно далеко, и именно эти беженцы, они вынуждены начать свой долгий путь. Я вчера уже напоминал здесь, в Генеральной Ассамблее, что 80% беженцев в мире это беженцы по причине войны, конфликтов, изменения климата. 80% находятся на юге. Именно юг обеспечивает солидарность. Это солидарность юга. И очень часто без того лишенные принимают самых бедных. Сегодня они в пути беженцы, но их никто не готов принять. Если мы будем избегать, и мы все видели эту трагедию пересечения океана, гибель пассажиров, и они становятся жертвами преступников, которые пользуются этим беспорядком для того, чтобы набить себе карманы, террористы, нам необходимо действовать. Европа принимает беженцев, пребывающих из Сирии, но из Ирака также, Эритреи, Судана. Это наша обязанность, поскольку Европа основана на ценностях, принципах праве убежища и участвует в этой нашей общей судьбе, что объединяет все страны Европы. но это не та Европа, которая нам хотелось бы. Но Европа должна выполнить свои обязательства, выполнить свои обязательства должен мир, чтобы принять беженцев. В последние дни, в последние недели мы об этом узнали. У управления Верховного комиссара по делам беженцев нет возможности получить кредит и оказать всю необходимую помощь соответствующему населению. О чем мы узнали? Что всемирная продовольственная программа не располагает гарантированными средствами, которые позволяли бы всем беженцам обеспечить уровень выживания и питания крайне необходимый. Мы узнали о том, что в некоторых странах соседях беженцы не могут работать и начинается отсюда цикл, который только можно себе представить. Если не обратить поток, если удерживать у себя беженцев близко к региону происхождения, то тогда необходимо дать дополнительные средства УВКБ с соседним странами Ордании, Турции, Ливану, странам Африки, помочь странам транзита, странам, которые помогают в эмиграции. Прекрасный момент. Сейчас речь идет о трагедии, о которой мы говорили, для того, чтобы мы могли действовать и избежать других трагедий. Здесь Франция также сделает все, что может и сделает все, что должна в отношении всемирной продовольственной программы. На 100 миллионов евро решила Франция выделить средства на поддержку учреждений ООН, которые работают в странах-соседях к Сирии. Уважаемые дамы и господа, в заключении своего выступления я хотел бы сказать, что сама легитимность такой организации, как ООН, зависит от доверия к ней. И если не будет возможности у ООН регулировать конфликты, которые тянутся очень и очень долго, если нет возможности у ООН решить трагедию или каким-то образом умиротворить состояние мирного населения, мы будем сожалеть об этом бездействии. И сегодня наша организация отмечает 70-й свой юбилей. И она должна быть достойна тому, о чем мечтали основатели нашей организации, в том числе и реформированию организации. Франция выступает за расширение состава Совета Безопасности, выступает за то, чтобы континенты нашли и взяли на себя ответственность за мир в Совете Безопасности. Франция хотела бы, чтобы постоянные члены Совета Безопасности больше не прибегали к применению права вето в случае массовых жестокостей. как сделать, чтобы он не был парализован как сегодня, когда происходит наихудшее. И здесь также об этом показывают примеры. Я заявляю здесь о готовности Франции никогда не применять право вето, когда совершаются массовые жестокости. Право вето которое было введено когда учреждалась ООН. Это не право блокировать, а право действовать. Мы должны действовать, мы можем действовать и мы показали это на протяжении 70 лет и сегодня мы должны действовать для того, чтобы справиться с сегодняшними трагедиями и спасти планету завтрашнего дня, действуя совместно. Председатель, от имени Генеральной Ассамблеи я благодарю президента Французской Республики за сделанное заявление. Прошу представителей оставаться на местах в то время как мы поприветствуем президента. Французской 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 Французской